Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хыван. Я вас приветствую на канале Процветок. Осенняя пора, время хлопот. Нужно убрать сад, нужно убрать урожай, нужно подготовить огород, убрать оттуда растительные остатки. Необходимо подготовить теплицу, обеззаразить почву, поверхности и так далее. В этот период многие забывают о необходимости ухода за хвойными растениями. Многие ошибочно считают, что хвойные растения не требуют особого ухода. Однако в течение 2019 года на канале Процветок мы не раз говорили о том, что и у хвойных имеются свои специфические проблемы. Это и шуте, это и хермес, различные другие заболевания и вредители. Кроме того, например, казацкий можжевельник является переносчиком опасного заболевания груши, ржавчины. Мы тоже об этом говорили на канале Процветок. При этом я напоминаю вам, что вполне можно заменить казацкий можжевельник можжевельником средним, можжевельником чешуйчатым, можжевельником китайским, можжевельником горизонтальным, другими видами, которые гораздо превосходят казацкий можжевельник по декоративности, при этом не являются переносчиками этого опасного заболевания. В магазине Процветок вы можете ознакомиться с широким ассортиментом этих можжевельников. Забегайте туда, посмотрите, что там есть. Но вернусь к болезням и вредителям. Все это заставляет нас проводить обработки, искореняющие обработки хвойных растений. Однако хвойные растения, будучи вечно зелеными, имеют свои особенности по проведению таких обработок. Если в отношении лиственных растений мы используем минеральные фунгициды в повышенных дозах, я подчеркиваю минеральные, потому что широко распространенные фунгицидные препараты органического происхождения, органического синтеза, являются совершенно неэффективными в этот период времени. Почему? Потому что они действуют на вегетирующие, то есть растущие патогены, которые активны, а при температурах ниже 15 градусов эти патогены и вредители уже неактивны, они находятся в зимующих стадиях, они готовятся пережить зиму. Поэтому в искореняющих обработках мы используем высокие концентрации сульфата железа купороса, железного медного купороса вместе с мочевиной, чтобы создать вот такие невыносимые условия. При этом при использовании на лиственных растениях они сжигают листья полностью, уничтожая одновременно и пораженные листья, и инфекцию, которая на них находится, и застревая на ветвях, на почках, на стволах, они остаются там какое-то время, выполняя вот эту искореняющую функцию. Применение таких обработок на хвойных растениях совершенно невозможно, потому что мы сожжем хвою, а это совершенно не то, что мы ожидаем от уходных работ. В итоге получается, что у нас имеется только один единственный выход – это использование препаратов на основе серы. Широко используется в сельском хозяйстве, в декоративном и лесном хозяйстве сера в виде коллоидной серы, в виде молотой серы. Она наносится на поверхность растений, при этом она обладает активностью и против грибковых возбудителей, и против различных вредителей, включая растительно-ягодных, растительных клещей. Это важно, потому что одним препаратом мы можем искоренить на хвойных растениях целый комплекс проблем. Однако, вот коллоидная сера в период низких температур работает уже не так эффективно, и это ограничивает возможность ее применения в осенний период, когда температуры опускаются ниже 15 градусов. Надо поискать другой способ, другую форму серы, которая будет в этот период активна. На помощь нам приходят полисульфиды. Это особые вещества, которые содержат серу в большом количестве, но которые высвобождают ее практически независимо от температуры окружающего воздуха. Конечно, зависимость есть, но все-таки она не настолько драматична, как в случае с элементарной коллоидной или молотой серой. Представителем препаратов, содержащих серу в таком виде, является ПФК Лерос. Можно сказать, что это единственный препарат, который на сегодняшний день, вот в этот осенний период, будет эффективным для борьбы с целым комплексом заболеваний хвойных растений. И ели, и можжевельники, и туй, и многие другие растения могут обрабатываться этим препаратом. Как нужно обрабатывать? Лучше всего следовать инструкции. Разводите препарат в минимальной дозе, которая рекомендуется инструкцией по использованию. Обрабатывайте хвою не так, чтобы с нее текло, не натекал этот препарат, а до легкого увлажнения хвои. Не забудьте обработать не только поверхность, но также и залезть внутрь растений, для того, чтобы скрывающуюся там инфекцию и вредителей, также обработать, чтобы она попала под активность этого препарата. Используйте его для того, чтобы решить и проблему с казацкими можжевельниками, уничтожить возбудитель ржавчины. Также используйте на всех остальных растениях. Это единственный, действительно эффективный вариант, который поможет вам содержать ваш хвойный сад, действительно в порядке. Кроме того, хвойные растения очень часто страдают от недостатка магния. Нельзя совмещать магниевые препараты с препаратом ПФК, его вообще ни с чем нельзя смешивать. Однако, вы можете использовать единственную подкормку, которая уместна сейчас для хвойных растений, вне корневую, это магниевая подкормка. 10 грамм сульфата магния на 10 литров воды и обильное опрыскивание растений является прекрасной профилактикой побурения, поражения хвои, выпадения веточек отдельных. Но, напоминаю, что эти подкормки надо разнести во времени хотя бы в одну неделю. Сделать подкормку магнием, а потом сделать искореняющую обработку с помощью препарата ПФК Лерос. Либо же, наоборот, не имеет значения. Почему сейчас, а не весной нужно сделать эту подкормку? Потому что хвоя все еще в состоянии накапливать магний даже при низких температурах. Накопив магний перед зимой, она станет гораздо более устойчивой к зимним повреждениям. И весной вы уже обнаружите гораздо меньше вот этих рыжих хвоинок на туях, на можжевельниках, на многих других хвойных растениях, нежели чем без такой обработки. А луночные почвенные подкормки с помощью безазотистых комплексных удобрений вы можете их сделать самостоятельно, смешав равной доли суперфосфат, например, и даже хлор, содержащий калий, потому что вешними водами вымоется этот хлор из корневой зоны. Либо сульфат калия можете применить и так далее. Только в отношении хвойных старайтесь не использовать известковые удобрения. Та же туя совершенно не выносит ни золы, ни извести. Такую смесь вы можете засыпать в лунки, которые можете проделывать либо каким-то черенком, например, от лопаты, или каким-то еще образом по чайной ложечке на лунку, по 5-7 лунок на хвойное растение среднего размера. Оно отзовется прекрасным здоровым внешним видом уже в следующем сезоне. Кроме того, не забудьте это не сейчас, но позже о той обработке против ожогов овощных растений, выращиваемых в теплице, с помощью мела, меловой обработки. Точно такая же обработка по хвое может быть выполнена против солнечных ожогов хвои в поздний зимний и в начальный весенний период, тогда, когда хвойные от этого больше всего страдают. Но мы еще об этом поговорим поближе к сезону таких обработок. На этом я прощаюсь с вами. Воспользуйтесь нашей рекомендацией, и ваш сад всегда будет здоров. Всего хорошего!